Добрый вечер, дорогие слушатели! С вами Ирина Ясина и программа «Жажда жизни». Сегодня все вы и я обсуждаем, будем ли мы голосовать за Собянина или нет. А теперь я вот узнала, что он сам выдвиженец, и все, что для него сделало руководство страны и Единая Россия, для нас должно остаться незамеченным. Мы с вами поверили в том, что он сам выдвиженец, и кинемся ставить свои подписи на улицах за Собянина, и все вообще будем счастливы иметь такого самого выдвиженца. Вот когда меня держат за дуру, очень мне это не нравится. Вот, парень, иди ты на выборы, честно, тогда, когда положено, и, наверное, тогда мы сможем по достоинству оценить то, что ты делаешь. Но поскольку ты идешь нечестно, не так, как подобает человеку, которому нечего стыдиться, то как-то мы забываем и про все хорошее, что ты сделал, и, может быть, еще сделаешь, и думаем только о том, что вот ты нас держишь за дураков. И это очень-очень печально. И вот каждый раз я начинаю программу с того, что кругом все печально, и нас все обманывают, и кругом сплошные сволочи, и все нехорошо, а потом вот мне тут по роду собственной деятельности приходится искать в нашей жизни что-то хорошее. А удивительным образом я это хорошее пытаюсь найти и даже иногда нахожу. Вот сегодня я нашла это хорошее в нашей жизни в лице своих замечательных гостей. Один из них предприниматель Валер Балякоев. Валер, добрый вечер. Добрый вечер. А второй мой гость, мой старый-старый приятник Мишка Шевелев, который когда-то вместе со мной работал в газете «Московские новости», но еще той газете «Московские новости», не той, что сегодня, которая ежедневка, а той, которая была еженедельником в самом начале 90-х годов. Вот. Добрый вечер, Миша. Добрый вечер. А как приятно сохранить с того времени статус Мишки. Ну, наверное, так не принято говорить в эфире, но извини уж, я по-другому не умею. Очень рад. Могу говорить Миша Аня. Ну, этот будет совсем уж нехорошо. Ну, так вот. На прошлой программе замечательная гостья моя Аня Пучкова, координатор и фактически создатель сети благотворительных организаций под названием «Мозаика счастья», в конце программы сказала, что вот предприниматели очень много жертвуют. Но никто не хочет, чтобы об этом говорили. Просто потому, что то ли что-то боятся, то ли что-то стесняются, но хотят сохранять инкогнито, причем практически все. А тот редкий человек, который говорит «да, пожалуйста, называйте мое имя», он, узнав, что другие скромничают, ну, в кавычках скромничают, или не в кавычках, он почему-то тоже пугается, говорит «давайте я как стадо». Вот как стадо, так и я. И никогда, ни в коем случае, ничего обо мне не должно быть известно. Вот и так и получается, что мы с вами знаем о том, что Абрамович купил Челси и яхту совершенно невероятных размеров, но не знаем, а я вот слышала, что Абрамович тут, в общем, в России тоже что-то делает и тратит на это что-то такие вот вполне существенные миллионы. Точно так же я очень хорошо знаю, что делал Михаил Ходорковский и даже решила посвятить отдельную программу, поскольку про это знаю в общем деталях и в цифрах, и программа эта, наверное, выйдет 28 июня и будет приурочена к тому, что 26-го Михаилу Борисовичу исполнится 50 лет, из которых 10, с 40 до 50 он провел в тюрьме. Я была на его 40-летии и помню его в этот день, ну, об этом через две недели. Так вот, сегодня мы поговорим о том, почему предприниматели молчат, почему они не хотят рассказывать о себе и о том, что они делают, и тем самым создают у народа ощущение, что вообще, ну, что за предприниматели такие. Вот на Западе они круто жертвуют и всем помогают, а наши сволочи какие-то просто не хотят, понимаешь, родному народу помочь. Мы мучаемся в одиночку, и всё. И это замкнутый круг. Вот как из него выбираться? Я, тем не менее, сначала, Валер, спрошу не тебя, поскольку ты предприниматель и, наверное, будешь скромничать в очередной раз, а спрошу я Мишу Шевелёва, который не предприниматель совсем, а наоборот журналист, но думает на эту тему, насколько мне известно. И мне интересна его точка зрения. Миш, скажи, пожалуйста, почему молчат предприниматели? Твоя точка зрения? Я думаю, что, на самом деле, ответ довольно простой, бесхитростный. Благотворительность только на первый взгляд выглядит безобидным, благородным и не вызывающим никаких нареканий делом. Это с точки зрения обычного, простого, я бы сказал, нормального человека. Да, так оно и есть. Но, на самом деле, благотворительность – это ведь некоторая форма несанкционированного существования человека в государстве. Это некоторое свободомыслие. Казалось бы, в этом нет никакой угрозы, никакой опасности существующему строю. Но, к сожалению, мне кажется, мы чем дальше, тем больше погружаемся в систему, в которой сам факт любого свободомыслия, любого проявления несанкционированной инициативы кажется подозрительным. И обратное чувство, встречное чувство предпринимателей – они люди профессиональные и с очень обостренным пониманием государства. И они инстинктивно реагируют, они понимают, с какой системой они имеют дело. Они это очень хорошо чувствуют. И их молчание, оно абсолютно прагматично. Они не хотят дразнить гусей. Но гуси – это кто? Налоговая инспекция, санэпидемстанция, пожарники. Они же не узнают об этом. Гуси – это широко понятое государство, которое включает в себя и пожарников, и санэпидемстанцию, и налоговую инспекцию. Но это ведь инструментарий. Мне кажется, ты немножко политизируешь ситуацию, что тут вопрос и глубже, и проще. Что люди не хотят рассказывать об этом, потому что существует какое-то такое старое дурное понятие, что доброе дело делается только втихаря. То есть сделать из него какую-то широко известную вещь – это как бы его девальвировать. Оно перестает быть таким образом добрым делом, потому как человек, нелюбимое мною слово, пиарится. Вот, Валер, что ты думаешь по этому поводу? Ну, я с тобой согласен. Михаил, мне кажется, немножко не с той стороны зашел. Действительно, ну вот я могу просто про себя, честно сказать, никакой политической составляющей в том, что я, например, если я что-то не говорю, ну, про благотворительность – нет. Просто честно говорю, что, ну, такого мотива у меня нет. Ирина, отвечая на вопрос, почему? Ну, наверное, да, это старое, но не дурное такое понятие о том, что не надо об этом говорить. Скорее, такая еще, если посмотреть поглубже, это, наверное, христианская этика. Если даешь левой рукой, пусть левая рука не знает то, что делает шар. Что-то я такого не помню. Посмотри, посмотри, там есть, да, по-моему, даже не в одном Евангелии это написано. Ну, почему тогда вот люди, живущие в Западной Европе или в Америке, сами по себе, они тоже христиане, просто другой немножко направленности? Это хороший вопрос. Я думаю, что там как раз институции очень серьезно развиты. Может быть, в этом дело? Вот я просто закончу. Я не себя имел в виду, значит, ссылаясь на христианскую этику. Я думаю, что это просто корень, корень отношения к тому, что, ну, это просто, ну, не клево хвастаться, не круто. Ну, это просто некрасиво. Слушай, ну, почему в музее висит картина, под которой написано, что она отреставрирована за счет такого-то? А я думаю, администрация музея на этом настояла, потому что они благодарны тому, кто дал денег, и они хотят, чтобы давали еще. Я очень долго тебе говорил, Валера, давай расскажем о том, сколько ты делал для Тарусской больницы, сколько ты делал для Крымска и так далее и тому подобное. Ты же мне сказал нет. Ну, Ирина, ты когда кому-то помогаешь, и когда что-то делаешь, ты не приходишь и своим друзьям об этом не рассказываешь? Более того, я об этом рассказываю в живом журнале. И читают его много тысяч человек. И я уверена в том, что если люди знают, что вот я такой же, как они, человек, нахожу время, силы, средства помогать, начиная с котов и заканчивая маленьким мальчиком, так они тоже могут это делать. Понимаешь, мне кажется, что подавая пример, ну, в самом таком примитивном смысле этого слова, мы для этого общества делаем намного больше, чем скрывая. Я с тобой согласен, но я как предприниматель, у меня функция другая, у меня функция создавать некоторые микроинституты. Вот, если бы я смог сделать там фонд какой-нибудь, или я смог сделать канал помощи кому-то, это моя работа. А просто своим личным примером, ну, мне кажется, мои близкие, конечно, об этом там знают. Мои там друзья, которым я подталкиваю там к чему-то, тоже там агитирую за что-то, они про это знают. А как-то, ну, а как пиарится? Я вообще пиаром так не особо занимаюсь. Ты понимаешь, я это слово сказала с такой нехорошей ухмылкой. Думают, что пиарится. Я-то считаю, что человек должен рассказывать о том, что он делает в нашей стране, в нашей с собой стране сейчас. Именно для того, чтобы разорвать этот порочный круг, когда все уверены, что никто ничего никому никогда, и что только человек человеку волк. Миш, твоя точка зрения. Ну, я бы хотел пояснить свою мысль. Она не настолько политизирована, как вам показалось. Она скорее социализирована. Поскольку мы очень во многих вещах возвращаемся к советским образцам, то вот эта вот мысль о том, что не надо высовываться. Не высовываться. Она подспудно в каждом из нас присутствует. И в предпринимателях, которые занимаются благотворительностью, и во многих других людях. Ни по какому поводу не надо высовываться. Делать надо. А вот пиариться, или высовываться, или пропагандировать своим примером, вот этого делать не надо. Вот в этом, я думаю, главная проблема. Она серьезная. Она серьезная. Это социальная проблема. Это национальная проблема. Валера, а может быть, это еще суть отсутствия доверия друг к другу? Что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду то, что вот ты о себе расскажешь, а на тебя там настучат, в худшем случае. Или в лучшем случае просто сочтут городским сумасшедшим. Скажут, жиру бесится. Денег на воровал, например, скажут. И теперь вот он из этих денег там помогает. Ха-ха-ха. Нет, Ирина, у меня такого опыта не было. Сколько раз как-то эта информация как-то просачивалась. Ни разу я не встречал такой обратной реакции, что я сумасшедший или что-то. Скорее, наоборот, желание как-то делать точно так же. Но, тем не менее, эта реакция положительная, она не подвигла тебя на то, чтобы говорить о том, что ты делаешь, и таким образом как бы инициировать круг таких же, как ты вокруг тебя. Ирина, ну что значит говорить? Я говорю, я своим товарищам говорю. Я говорю, вот есть, например, Радуга Тарусская, где вот есть Йорк-Дус. Живой такой Франциск Осийский. Знаете про него, да? Расскажи два слова. Йорк уже 13 лет. Мы знаем, а наши слушатели не знают. Йорк 13 лет, приехав из Швейцарии. Он сюда приехал налаживать столярное оборудование, которое швейцарцы пожертвовали Россией. У них такая была программа помощи развивающимся странам. Его прислали налаживать. Он три месяца налаживал. После своей Лозанны, где он жил, увидел, что, значит, как тут живут люди. А где он сейчас живет? В Тарусе. Он сейчас живет в Тарусе. Он там женился. Все сходится. Да. И, значит, посмотрев, как люди живут, он, не знаю, что-то в нем такое щелкнуло. Он остался. Он жил там под лестницей. Он жил в ужасных условиях. Остался в этой Тарусе жить. Стал потихонечку учить русский язык. Он каждый год ездит в свою Швейцарию. Рассказывает о том, как у нас в Тарусе живут люди. О том, что дети в школах, значит, у них нет ни денег, ни столовой для того, чтобы их завтраками покормить. Он начал, потому что в школах просто столовых нет. Вот он в деревенских школах начал собирать денежки в Швейцарии. Начал собирать денежки и ремонтировать столовые для того, чтобы кормить наших российских детей. Да, сам закупал. В Тарусском районе, Калужского. Да, 200 километров от Москвы. Сам стал собирать. Да, ближе. Сам стал собирать, значит, развозить крупу, там что-то нанимать. Ну, хорошо. У него, опять же, протестантская этика. А вот как быть с нашими? Мне сейчас вот пример швейцарца, честно тебе скажу, неинтересен. Потому что волонтеров из Англии, Нидерландов, Швеции я видела тысячи. Но их сейчас становится много среди наших. Нью-Йорк рассказал о том, что ему стали больше помогать после того, как он на Эхо Москвы был. Потому что на Первом канале он показался. Ему стали присылать денежки. Опять, значит, надо рассказывать. Да, вот про таких, как он, конечно, я с тобой абсолютно согласен. Про них надо рассказывать. Потому что он всю свою жизнь посвятил помощи тем людям, которые вокруг него там находятся, в России. И вот, Валер, ты же тоже много помогаешь. Говорит, я про тебя это знаю. Более того, я помню, где мы с тобой познакомились. А познакомились мы с тобой в Тарусской районной больнице. И я вдруг узнала, что вот этот этаж отремонтирован на средства трали-бали. Предприниматель такого-то. И бигаду он прислал. И это был ты. Это было седьмой год. Или восьмой. 2008 год. И с тех пор много-много раз. Самые, что ни на есть, такие важные проекты тобой уфинансировались. Никогда твои фамилии там не звучат. Ну, просто а вот где звучали? Вот сейчас я на радио, ты про это рассказываешь. Я тебе отвечаю на вопрос. А как ты хотела, чтобы я пиарился? Малу тиражку издавал. Ну, пиариться в хорошем смысле. Хорошо. Рассказывал о том, что здесь... Рассказывал. А вот я думаю, что если бы ты говорил там, ну, не знаю, вот после того же Крымска, как и что-то сделать, то таких, как ты, предпринимателей, не крупных, не олигархов, очень много бы подтянулось в этой связи. Вот я прошу тебя, мы еще вернемся к этой теме. Просто мы сейчас должны сделать паузу на то, что называется рекламой или саморекламой, или пиаром. Вот мы сейчас прервемся. И, Мишка, ты тоже думаешь. Есть. Что ты по этому поводу, понимаешь, молчишь. Да, пожалуйста, реклама у нас или самореклама. Добрый вечер еще раз. Ирина Ясина, программа «Жажда жизни». У меня в гостях предприниматель Валер Балякоев и мой приятель старый, Мишка, Миша Шевелев, Михаил Владимирович Шевелев. Ныне сотрудник газеты «Совершенно секрет». Мы говорим о том, почему молчат предприниматели, и что бы нам сделать такого, чтобы разорвать этот замкнутый круг между их молчанием и, соответственно, неверием и нежеланием знать масс нашего народа, о том, что вообще-то у нас не мироеды, как вспомнила я ленинское слово, не эксплуататоры, а мироеды. Это мы в курилке до эфира пытались вспомнить, как оно называется, мироеды. Вот не мироеды они совсем, а вполне себе такие вот настоящие граждане, которые хотят, чтобы вокруг нас все было хорошо. И понимающие, что, как говорил еще один мой знакомый предприниматель, уровень жизни – это не деньги в кармане, это вид с окошка. Вот так. Кто? Итак, почему молчат мироеды? Так формулируется тема нашей передачи. Мишка, ты злой. Да, но практичный. Я вспомнил еще одну поговорку, ты вспомнил, что хорошее дело делается в тишине, а я вспомнил другую присказку – хорошее дело безнаказанным не останется. Это только сталинское что-то. Нет, 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 это вполне народная присказка. Я несколько раз сталкивался с такой ситуацией, когда люди, да, предприниматели гораздо более мелкие, чем Валерий. На мое предложение люди тоже скидываются, каждый сам по себе делают много всего, может быть, не в таких масштабах, но стараются. Я им предлагал, давайте мы как-то это поднимем, расскажем на вашем примере другие. И все вот эти слова я им говорил. У них было одно любопытное соображение. Они говорили, не надо, не надо, спасибо, но не надо, потому что мы не хотим лишний раз показывать свои деньги. Мы не хотим показывать достаток. Ну что это такое? Это боязнь зависти? Вульгарный страх. Вульгарный страх, нежелание привлечь в себе, если по-простому говорить, внимание бандитов, жуликов, вымогателей, чиновников. Что иногда равно. Иногда, да, одно и то же, иногда по-разному, но это нормальный страх. Вот лишний раз не высовываться, придут. Тогда понятно, почему в Западной Европе этого не происходит. Что там спокойно люди говорят и вешают свое имя на скамеечку, на которой любили сидеть в парке. Что после их смерти кто-то, кто будет сидеть на этой скамеечке, знал кому. Он обязан этой покрашенной, удобненькой скамеечкой. Обращу ваше внимание еще на одно обстоятельство. Если помните, какая была первая реакция государства на первый, на самом деле, значимый всплеск волонтерства в стране. А это произошло как раз после катастрофы в Крымске. Ну, пересчитать всех, ввести закон о волонтерстве. Ввести закон о волонтерстве, на самом деле, это закон о контроле над волонтерством. Вот это первая инстинктивная реакция. Ответная реакция, она естественная. Мы лучше о себе помолчим. В Тарусе тоже была хорошая история, если помните. Помните, с уголовным делом о ремонте против главного врача. Но это в рамках травли главного врача, а не в рамках моего преследования. Мы отбились, если ты помнишь тогда. Да, но каких усилий это стоило? Нет, мне кажется, вообще вы неправильно проводите черту. Причем здесь предприниматель или не предприниматель. А люди жертвуют предпринимателем просто род занятий. Никаким образом тут отличий нет. Нет, Валер, вы просто богач. Вот именно. Значит, просто это вопрос сумм. Все вокруг, ну так, в среднем, жертвуют одинаково, пропорционально своему доходу. Кто-то может дать рубли или 10 рублей. Другое дело, что нет очень мало вот этих микроинститутов, которые канализируют деньги от кошелька, где есть 10 рублей, который человек хочет пожертвовать, в какое-то место. Просто их действительно мало. Они не очень хорошо разрекламированы. Да, и просто они очень часто обманывают. Будем тебе откровенны. Ну, я не знаю, как никто обманывает. Я точно знаю, вот все это, вот переведите смс-кой там чего-то насчет такой-то, все это часто оказывается по нам. Ну, люди же смотрят внимательно, люди не дураки, они понимают, куда они дают. Вот бабушка, которой они дают деньги в переход, она его обманывает или не обманывает? Вот она действительно нуждается или она не нуждается? У многих, наверное, такой вопрос. Очень сложный вопрос, да. Вопрос дать или не дать. Ну, вот это личное дело каждого. Я просто хотел сказать, что это не вопрос, почему предприниматели не рекламируют. Дело предпринимателей, предпринимателей. Вот мне кажется, моя задача даже не столько, что называется, значит, накормить, сколько удочку подарить. Вот мне, моя задача, наверное, более правильной создавать какие-то фонтики или, значит, сайтики, где можно собрать деньги и куда-то направить. Вот я бы должен был, наверное, больше внимания уделять тому, чтобы этому Йоргу Дусу помочь, может быть, даже не деньгами, а помочь с привлечением внимания к нему, ну, каким-то индустриальным образом. Не просто друзей своих обзвонить, а делать что-то сайт, делать... Более у тебя есть опыт. Я хочу напомнить, что Валерий Балякуев в свое время помог создать сайт, на котором собирались 100 тысяч подписей за освобождение Светланы Бахминой. Это было очень важное дело, очень важное дело. И первый раз мы собрали эти подписи. И кто угодно может говорить, что Светлану Бахмину отпустили, президент Медведев там и тра-та-та, но я думаю, что ее выпустили, потому что собрали 103 тысячи подписей, если быть до конца точным. А я сейчас попрошу нашего звукооператора включить нам телефон в студии. Это 495, по-прежнему код Москвы, и телефон 651099,6. Если нам вдруг кто позвонит, мы ему ответим. Вот, Миш, как ты считаешь, прав наш друг-предприниматель Валера? Они даже вдвоем правы, наш друг Валера Балякуев и Михаил Ходорковский. Ему принадлежит мысль о том, что предприниматель — это профессия. И в профессии есть показатели профессионализма, обязанность предпринимателя думать о норме прибыли. Иначе он кто угодно, филантроп, благотворитель, Дон Кихот, но не предприниматель. И все, что может поставить хоть под малейшую угрозу его бизнес, который является источником... Слушай, но Ходорковский точно про это не думал. Вот про то, что что-то может поставить под угрозу его бизнес. Но Ходорковский говорил о том, что это такая профессия. И предприниматель обязан об этом думать, и именно тогда он профессиональный предприниматель. Когда он эти деньги уже заработал, да, дальше, Валера правильно говорит, дальше не его проблема институты, через которые он хотел бы эти деньги вложить в благотворительные проекты. Чья это проблема? Это хороший вопрос. Нет, как раз я сказал, что это моя проблема создать такие институты. Правильно, канализировать, индустриализировать, если угодно, поставить на поток вот этот вот процесс. Мне кажется, у нас огромное количество людей жертвовало гораздо больше, и это можно сделать, ну, как сказать, модным, более гламурным, более популярным в населении, и, скажем так, обычным. То, что люди дают маленькие, средненькие суммы на то, на сё. Просто нет привычки, как у нас нет инфраструктуры гражданского общества. Почему же нет привычки? Ведь существует церковь, в которой, вот насколько я человек неверующий, но я помню, там есть некая заповедь, что там десятину, по-моему, или так принято было, что всегда отдавали десятую часть. Надо сказать, что не только у нас, но и в той же Западной Европе это было. Да, и в Америке. Вот приятельница моя одна, которая тут работала в американском посольстве, не боюсь этого сказать публично, такая помыла. Она мне говорит, ну как, прадед мой давал десятую часть, дед мой давал десятую часть, отец мой давал десятую часть. Но я понимаю, что да, у нас, конечно, так вот про поколение сказать нельзя, потому что советская власть нам кое-что подпортила. Но, тем не менее, православная церковь такую привычку-то вроде насаждала, и раньше, и сейчас, нет? Да, по-моему, особо не насаждала, но, мне кажется, христианская этика насаждает привычку помогать делиться привычку к милосердии. Ну, не привычку, а... Христианская церковь или наша православная церковь? Ну, зачем будем говорить о нашей? У нас много церквей разных. У нас тут и иудейская, и буддийская, и католическая. У нас только здесь нет религиозных институций. Все более-менее говорят об одном и том же. Надо помогать ближнему. Ну, тем не менее, понимаешь, мне кажется, что... Откуда тогда... Я не понимаю, откуда тогда берется вот эта уверенность массовая, что никто никому никогда, что все кругом только надо отпустить, урвать и обидеть? Откуда это берется? Вроде как там половина страны стоит на опаску с свечками. Мне кажется, у нас просто доминирующая религия сегодня не православная, а такое поклонение золотому тельцу. Вот настолько доминирующая, настолько, что она поглощает все остальные религии. То есть хуже, чем в летние 90-е? Гораздо хуже, да. Мне кажется, вот стяжательство такое массовое, это просто главная икона сегодняшнего времени. Может быть, из-за этого и глаза такие заведущие у всех остальных, и каждый думает, что... Я тебе говорю в целом, потому что у меня друзья и мои близкие товарищи, но они как бы не такие. Просто вот окружение у него не такое. Все в меру сил добрые люди. Просто они не знают, у них нет привычки, они просто не знают о том, что кто-то нуждается. Ну вот мы об этом и рассказываем. Вот у нас Алексей на линии, давайте ему ответим. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина, добрый вечер вашим гостям, и большое спасибо за то дело, которое вы делаете. Просто в качестве реплики, наверное, будет. Значит, что я могу сказать? Есть евангельские изречения такое у нас. Творите милостыню в тайне, и Господь воздаст вам в яви. Вот, по-видимому, это подспудно сидит в тех, кто это делает. Даже если не обращаясь к этим евангельским словам. Ну, такова уж природа человеческая. Мне так кажется. Спасибо. Спасибо, Алексей. И второй момент. Действительно, правы ваши гости, и вы, когда говорите, что человек, творящий благое дело у нас в государстве и имеющий для этого возможности финансовые, боится нашего государства совершенно справедливо. Если ты делаешь доброе дело, логика такая, как бывший чиновник, а ныне пенсионер, говорю, да? Ну, с моей колокольника, чиновничей, да? А, значит, у тебя что-то есть, значит, это можно отнять. Ну, придем тогда и отнимем облаготворительность. Слушайте, ну, получается, Алексей, спасибо, цинично очень. Спасибо вам большое за это откровение. И за первое, и за второе, это очень важно. А я просто не понимаю, чиновники не люди, что ли? Они же тоже должны быть типа милосердными. Или как бы милосердными? Мне кажется, это немножко преувеличенное мнение чиновникам, например, там, налоговый, УБЭП, там, какой-нибудь милиционер, ФСБ. Они прекрасно знают, что у кого есть, значит, потому что у них есть доступ к счетам, к банковскому карманскому, к заплаченным налогам, вот, к каким-то внешним проявлениям наличия денег. Все это видно, и все это... Сейчас такая этика, что это все наружу, а не, значит, не внутрь. Все люди видят, у кого сколько денег. А если кто-то немножко жертвует, вот, мне кажется, как раз-таки, ну, совесть у многих есть, но не будут приставать просто из-за того, что человек там поддерживает, там, детский дом или... Валерия, ты такого-то такого хорошего мнения о людях. Я просто поражаюсь. Говорят бизнесмены, все чиновники... Патологически хорошего, я бы сказал. Патологически хороший человек. Как-то какое-то впечатление, что вокруг тебя тоже хорошие люди. Слушай, давай с твоих друзей-предпринимателей тоже к нам в эфир. Они занимаются тем, с чем ты занимаешься? Ну, может быть, просто не все так все рассказывают. О! Может, и занимаются. Они люди добрые, да. Понятно, они люди добрые. Мимо не проходят нуждающийся человек, наверное, если он действительно сильно нуждается. Ну, скажи, они действительно не знают, что происходит кругом, кому надо помочь. Ну, наверное, там, социальные сети заходят. Вот откуда ты узнаешь, кому нужно помочь? Ну, постоянно в жизни сталкиваешься с этими ситуациями, так или иначе. Ну, сталкиваешься где? Откуда я узнал про Тарусу? Просто потому что Михаил отправил ко мне Максима Осипова, впоследствии хорошего товарища. Я поясню нашим слушателям, что вообще Михаил Шевелев был таким промоутером. Максима Осипова, врача-кардиолога Тарусской районной больницы, в свое время подложил мне журнал «Знамя», номер 5 за 2007 год, где опубликовано было блестящее эссе Максима Осипова под названием «В родном краю». И сказал ему, ты обязательно прочитай, вот такой вот чувак, там что-то происходит в Тарусе. Потом действительно прочитала, произвело впечатление, повез меня в Тарусу, ну и как-то все закрутилось. То есть не только тебе он накапывал про Тарусу. Но тем не менее, а вот как ты узнал о детях-бабочках? Потому что мы с тобой встречались на благотворительном вечере, который проводил Ксения Рапопорт. Мне прислала моя знакомая, которая помогла организовывать, Наташа Спирина-Цебоева, которая помогла организовывать этот вечер. Она просто мне прислала информацию, приходи, посмотри, просто по дружбе. Опять же, поясню для наших слушателей, дети-бабочки — это название страшной совершенно болезни, которая называется буллезный эпидермолиз, когда маленькие детишки рождаются практически без кожи, с такими истонченными кожными покровами, что даже сам процесс родов доставляет им невыносимые муки, они рождаются в кровоподтеках. Их нельзя погладить, их нельзя прижать, их нельзя, и зубы почистить им нельзя. То есть это страшные муки совершенно. И на Западе существуют некие способы облегчить им жизнь, и люди доживают с такой болезнью до вполне себе достойного возраста, до 50-60 лет. И даже рожают детей. Как это происходит, я не понимаю, но тем не менее, медицина такова. У нас никаких лекарств для этих детей нет, и вообще понятия такой болезни нет. Не было, вернее, до последнего времени, потому что они просто умирают очень быстро. И вот на благотворительном вечере, собственно, в последний раз мы с Валерием Балякоевым и встретились. Я не знаю, как много тогда собрали денег на этих детей. Вечер был организован прекрасно. Организовывал его Ксения Рапопорт в Театре Мирхольда и еще разные люди. Было даже немножко страшно. Настолько хорош был тот спектакль, который показывали актеры. Они играли, как будто опутанные колючей проволокой, изображая боль вот этого ребеночка, который каждый день своей кожей чувствует. Мне самое страшное, это дневники родителей были, которые там зачитывались. Это производило дикое впечатление, а ты там был с беременной женой. Я все время думала, боже, а как она это выдерживает? Вы говорили потом об этом? Да, конечно, говорили. Она как-то после этого еще сотрудничала с этим фондом несколько раз. Мы там делали нетеннисный гольф и стрелковый турнир совместно. Собирали денежки. Удалось? Да, не так много, к сожалению, как на этом вечере. Таким образом ты пытаешься еще организовать каких-то своих коллег, коллег, твоя семья, хорошо. Понимаете, вот, собственно, моя мысль заключается в том, что, рассказывая, мы доносим до других, что мы этим занимаемся, что проблемы есть. Вот, собственно, дальше я хотела бы обсудить эти способы коммуникации уже положительные. Вот не просто почему вы молчите, а вот как нужно вам сказать, чтобы вы услышали и поверили. После вот этой маленькой нашей рекламосморекламы мы это и обсудим. Добрый вечер еще раз. Прежде чем мы займемся дальнейшим обсуждением, я вижу, что у нас на линии Вячеслав. И я хотела бы сказать ему добрый вечер и предоставить слово. Добрый вечер, уважаемые гости. Я вот слушаю вашу передачу. Все прекрасно, все замечательно. Помощь людям это очень важно. Разумеется, наверное, должно быть неправильно вводить какую-то дифференциацию, правда, при этом. Но единственное, я хотел бы в эфире произнести вот слово, на которое стоит обратить многим внимание. Это дети и люди изначально полноценные, которым нужно выделять внимание. Они очень могут здорово послужить нашему обществу в том числе. Это дети, страдающие аутизмом, в частности, синдромом Асбергера и высокофункциональным. Обратите на них внимание. Да, Вячеслав, спасибо вам огромное. Я как раз планировала в одну из последующих передач позвать такую известную всем Дуню Смирнову, Авдотью Смирнову, которая руководит отчасти фондом «Выход», который занимается проблемой детей аутистов и также тех дам, которые, собственно, непосредственно этот фонд создавали. Вот помню фамилию Мишина, не помню, как зовут. У меня проблемы что-то в последнее время с именами. Простите меня, ради бога. Я просто боюсь перепутать. У меня подружка есть Катя Мишина. И все время боюсь всех остальных назвать этим именем. Вот, давайте вернемся к нашей линии основной. Я, собственно, хочу под конец уже, у нас не так много времени осталось, обсудить, а что нужно сказать тем ребятам, делающим хорошие дела, я имею в виду бизнес, крупным, некрупным, разным, для того, чтобы они поверили, во-первых, тем, кто призывает помогать там-то и там-то, а во-вторых, просто, что называется, вышли из тени. — Ирина, нужно сделать профессиональную работу, хорошую предпринимателю. Вот группа предпринимателей сделала фонд «Длиния жизни». Вы, наверное, слышали про них. — Конечно. — Это помощь детям, страдающим сердечными заболеваниями. Они совершенно замечательно работают, им очень легко помогать. Они для этого, этот фонд сделал все, для того, чтобы помогать им было легко, удобно. Они предоставляют любую информацию о детях, которые нуждаются в операции. Они дают эти фотографии, отзывы врачей, контактные телефоны родителей. Они пишут, вывешивают список, какие нужны операции, и ты там прицениваешься со своей, сколько у тебя сейчас есть денежек для того, чтобы потратить там от 500 тысяч до 50 тысяч. Можно потратить для того, чтобы буквально спасти ребенка, потому что у нас несколько десятков тысяч детей вгибнет в год из-за того, что им не предоставляется помощь по этому направлению. Это страшные цифры. — Валер, вот тут я рискую быть совсем циничной. Ну, я расскажу историю. Ко мне недавно подошла она в неком вечере у нас в «Ре-Новостях» дама, которая представилась руководителем одного из клубов предпринимателей, и сказала, что вот мы молодые такие, вот мы зеленые, но мы, тем не менее, созрели для того, чтобы помогать, но нам обязательно нужна история успеха. То есть ребенок, которому мы будем помогать, обязательно должен выжить. А аутистам и прочим синдромом Дауна, детишкам, мы помогать не хотим, потому что это некрасивая история с нашей точки зрения. Мы не хотим помогать старикам, потому что они все равно скоро умрут. То есть нам нужен ребенок, который выживет. И все, точка, конец сообщения. Я, честно говоря, не нашлась, что ответить. То есть потом я обратилась к Нюте Федельмейстер, директору Первого московского хосписа, и говорю, Нюта, а как же так? Вот что с этим делать? Она говорит, и это хорошо, и это давай. Я говорю, да, но я не Господь Бог, я не могу гарантировать, что ребенок выживет. Что делать с такими людьми? Какой-то глупый маргинальный случай, его можно не упоминать. Тем не менее, понимаешь? Есть такая ситуация. А вот, например, линии жизни, они ничего не гарантируют и не требуют никакой гарантии. Они тебе после того, как операция на твои денежки произведена, они тебе дают полную информацию. Фотографии, опять же, ребенка. Отзывы врачей. Часто организовывают звонки родителей, которые рассказывают, как-то им помог. Они от начала, от самого начала до самого конца, они делают еще огромную скрытую работу. Они выявляют этих детей. Они с докторами работают, с родителями. Я просто хорошие примеры привожу. Вот так вот надо работать. Мне, как предпринимателю, хорошо бы на самом деле на этом сосредоточиться. Но тебя не интересует, что это успешная история? Меня нет. Мы все нормальные люди. Мы же понимаем, что операции бывают успешные, бывают неуспешные. Но тем не менее, хорошо. А ребенок-аутист, или ребенок с синдромом Дауна, или ребенок с тяжелым ДЦП, который надо не то что лечить, это не лечится, это надо реабилитировать всю жизнь. Ирина, а как же эти дети-бабочки? Там же, помнишь, на этом вечере говорили, что их невозможно вылечить, это генетическое заболевание. Им только можно облегчить страдания. Тем не менее, этому фонду люди помогают, зная прекрасно, что это деньги не вылечат ребенка, они просто облегчат страдания его и его родителей. Миш, как ты думаешь, какую коммуникацию мы должны создать, чтобы позволить этим ребятам рассказывать о себе, даже тем, которые совсем ничего не хотят говорить? Я думаю, что у нас не так много каналов коммуникации. Я бы, во-первых, хотел остановиться на мысли Валерия о том, что большая проблема – это культ денег, который заменил собой любую другую идеологию, любые другие ценности. Но и это все преодолимо. Я бы, на самом деле, пошел, если говорить о выходе, о конкретном выходе, ну, какие пути коммуникации? Не хотят люди сами говорить, или не умеют, или стесняются, или им как-то непривычно. Это задача журналистов. Нет других способов коммуникации. И журналистам тоже особо не доверяют, прямо скажем. А потом ты журналист, ты знаешь... А ты научись. Извини, Миш, что каждому журналисту приходит главный редактор и говорит, эка, Ирочка, у тебя тут джинса, ты что-то рассказываешь про предпринимателей такого-то, который из фирмы такой-то? Научись. Он тебе проплатил это все? Научись. Хорошо, вот я, Ира Ясина, мне доверяют, что я... Если ты профессиональный журналист, если ты работаешь в этой стране и в таких условиях, научись, как работать со своим главным редактором, научись писать эти тексты, научись искать этих людей, научись с ними разговаривать. Давай заведем семинар на факультете журналистов высшей школы экономики. Давайте медиакоммуникации. Хорошо, медиакоммуникации, чтобы я умер, я не могу это выговорить. Факультет журналистики. Давай поучим ребят, давай им расскажем, как это бывает, давай расскажем, как это делается. Ты мгновенно увидишь, какая это будет отдача? Не мгновенно, это я преувеличиваю. Но нет других способов. Вот он такой, он архаичный. Никаких новых технологических ходов здесь придумать нельзя. Да, создали люди фонд. И все равно, даже я, профессиональный человек, который интересуется этим. Валера рассказывает, я много нового для себя узнаю, как устроена работа этого фонда. Почему не поучить? Бог знает, чему мы учим молодых журналистов. Бог знает, чему. Давай их поучим, как пропагандировать благотворительность. Не такая простая история. Люди, которые создали этот фонд, они в том числе позаботились о том, чтобы выделить деньги на платную рекламу. Я вижу линию жизни, я ее замечаю во многих местах. Они тратят деньги своих учредителей на промоушен, на рекламу. Не всем это по карману. Вот это тоже очень большая проблема. Вот я помню, когда мы работали в Открытой России, фонд Ходорковского, когда мы говорили, вот мы, фонд Ходорковского, хотим там рассказать о том-то, о том-то. Нам говорили, ага, журналисты, давайте-ка платную рекламу быстренько сюда. Мы говорим, вот что-то платно неохота. Хочется как социальную рекламу. Ну то есть вот не по максимальной ставке, а все-таки подешевле. Мы рассказываем о таком совсем добром деле. Но всегда был выбор, еще одному человеку помочь или разместить платную рекламу. Если бы я сделал какой-то фонд и как предприниматель, я понимаю, что надо тратить деньги на его продвижение. Нельзя рассчитывать, что кто-то будет бесплатно меня, в средствах массовой информации меня рекламировать. Нужно, ну, хорошо бы это было, но надо закладываться на предсказуемые промоушены. И кто тут критиковал культ денег? То есть, ну, нет, ну, правильно Валер говорит, все равно. Нет, я уже потом это поняла. Это мне сначала хотелось, чтобы обязательно кто-то для нас популяризировал наши добрые дела. Но люди все равно хотели заработать, и надо с этим смириться. Ну, бюджет, у радио есть бюджет, им надо на что-то жить. В средствах массовой информации то же самое. Потом это, ну, сама по себе история, ну, как скажем, она такая, может быть, не очень интересная, как-то редакционная. Ну, вот интересно, почему неинтересно? Интересно, почему неинтересно? А ведь всегда пугают, говорят, о, вы надоели со своими страшилками, со своими мерзкими историями. НТВ все не любят, да, котлеты из внучки, бабушка-убийца там и все прочее. Это надоело. А тут... Ну, так человек устроен. Эти материалы лучше продаются. Ну, что же делать? Чем история какой-то благотворительный. Перестань, а мне кажется, что нет. Не соглашусь, это материалы, которые лучше продаются, той публике, от которой все равно, извините за прямоту выражений, с козла молока. Ничего, вот с этой публики вы ничего не получите. В чем корень успеха истории Старусской больницы? А корень очень простой. Текст, который создал Максим Соколов, Максим Соколов, прошу прощения, не к ночи быть помянут, Осипов, конечно. Он был исключительно талантливый. Он был хорош. Он был убедителен. Прошу прощения. После этого была большая работа. Извиняюсь, Ирина, которая собирала большое количество людей. На эти вечера, на каждом вечере рассказывалась. Да, конечно. Я говорю только... Промоушен был. Конечно. Но первооснова зацепил текст. В чем был успех дела с Бахминой, с освобождением Светланы Бахминой? Да, была большая организаторская работа. Сначала был текст ее одноклассницы. Да, это точно. Текст был письма. Письма ее одноклассницы Путину. Нет. Оле Богданов. Нет. Медведеву. Нет. Во-первых, Медведеву. Во-вторых, это был текст, который... Это почти один тоже. Не будем называть сейчас автора. Автор скромен. Но там был текст, который задевал. Все равно в основе всего лежит искреннее движение души. Но это разовая история. А представьте себе детский дом, который требует того-сего детских игрушек, одежды. Это же не разовая история, это длящаяся история. А не скучно рассказывать каждый месяц или каждый раз в год. Поэтому все равно, если я организовываю фонд, который помогает этому детскому дому, я должен позаботиться о промышлении. Я должен заложить бюджет на рекламу. Хорошо, я все-таки менее популярные направления хочу поднять благотворительности. Вот о детях все-таки заботиться уже начали, а о стариках еще нет. Неправда. Вот тот же Йорк Дуф, прошу прощения, третий раз упоминаю, он занимается тем, что для бабушек организовал стирку. Он пожил с одной бабушкой целую неделю и выяснил, на что она тратит время. Выяснилось, что она наибольшие усилия тратит на стирку, потому что в деревне надо воду холодную из колодца достать, разогреть, потом это все постирать. А бабушкам, которые под 80 лет, часто это очень трудно, зимой особенно. Он стал ездить по кругу, собирать у них, как прачечные, так бесплатные. Сокупил промышленные стиральные машинки, им стирает вещи. Освободил у них столько время, что у них появилось временное дискотеки. Он нанимает гармониста, собирает их в клубе, и они с дедушками там пляшут. Главное, чтобы Первый канал не смотрели, а и так пляшут пускай. И какие-то минимальные продуктовые наборы им разводят, тем, у кого пенсии не хватает, чтобы просто прожить. Ты опять не про своего швейцарца. Я хочу, чтобы это наши были люди. Швейцарец уже столько времени провел в городе Тарусо Калужской области, что он уже наш. Но это как Денис Роза, который занимается перспективой организации помощи в трудоустройстве инвалидам, нашим российским. Американка приехала сюда где-то в начале 90-х, по-русски говорит примерно как мы с вами. И уже, в общем, совершенно все забыли, что она американка. Я хочу просто, Валерий, сказать, что да, это пока что штучная история. И она не скоро, не скоро встанет на поток. Она не скоро станет технологичной, если можно вообще назвать потоком такие вещи, как просвещение. Американцы жертвуют в год на благотворительность порядка 300 миллиардов долларов. Большая часть этих пожертвований — это не корпоративные взносы. Это взносы граждан. Это состояние общества. Это состояние умов. Это состояние этики. К сожалению, такова наша история, что мы не скоро к этому придем. Долгие мучительные... Скоро мы придем, мы переболеем этой болезнью золотого тельца, и все будет у нас хорошо. Когда ты рассказываешь о том, что ты делаешь, есть твои приятели, которые тебя не понимают и говорят, да дурак ты, Валер? Ну, есть такие, но я как-то чувствую, что им это, значит, история... И не рассказывают. Я им не рассказываю. Да, рассказывайте, кто мне кажется... А вот прикинься, отношения между теми, кто тебя поддерживает, и теми, кто равнодушен. Ну, наверное, 80% поддерживает. Ух ты. Вот это хорошо. Слушай, а пускай мы для них какой-нибудь проектик придумаем. Как это, друзья Валера Балякоева, там, тра-та-та. Давайте. Нет, я согласен, еще раз говорю, что это моя задача сделать такие микроинституции для помощи тому всему третьему. Я просто занят, ленив, не хватает времени, сил тратиться на бизнес. Это наш... Ну, если уж проводить такой вот раздел, предприниматели, не предприниматели, с чего мы начали. Они никакие, не особенно, мне кажется, жертвуют пропорционально своему доходу столько же, сколько и все другие люди. Дело предпринимателей, они умеют что-то создавать, вот пусть они и создают, значит, фондики, фонды, рекламируют их. Ну, вот у меня есть один предприниматель, знакомый, крупный довольно-таки, Володя Смирнов, которого я сюда зову, просто вот зову уже полгода, он не идет. Он все говорит то же самое, что это и не пойду, не хочу о себе рассказывать. Он создал фонд Владимира Смирнова. Собственно, поддерживает, ну, искусство, как водится, ну, плюс неимоверное количество денег вкладывает в Центр лечебной педагогики. Это институт, который учит жить детишек, которых признает не просто необучаемыми наша там система образования, но вообще считает их овощами. То есть, что же вы хотите? У вас он такой вот, там, с тяжелейшими поражениями органическими центральной нервной системы. Вот, и надо видеть, что делают эти детишки своими руками в Центре лечебной педагогики, который, собственно, в значительной степени Володя, собирая из своих друзей на всяких разных замечательных аукционах, веселых мероприятиях, таких интересных, хорошие деньги и помогают со страшностью. Низкий поклон ему, перезай. Я просто тому, что он создал фонд, и все идет через этот фонд. Вот. Может быть, соединить усилия и опытом поделиться? Конечно. Хорошо, познакомлю. Мне кажется, передача, правда, перечекла в рабочее совещание. Да, знаешь, это и хорошо, потому что, если бы это не имело некой практической пользы и практического выхода, можно было бы сказать, что, а, посидели, поговорили, разошлись. А тут вполне себе можно о чем-то и говорить дальше. Это редкий случай, когда разговор про благотворительность перешел в практическую плоскость. В плане практической плоскости, если кто-то вот живым Франциско-Массийским заинтересуется в лице Йорка Дуса, пусть в поисковике наберет «Радуга-Тарусская», это его так фонд называется, или просто Йорк Дус, он попадет на его фонд, там есть реквизиты, как ему помочь, чем он конкретно занимается. Он кормит сейчас почти 500 детей, российских детей, которые без его помощи остались бы просто без еды, без завтрака. В школах. Да, на швейцарские деньги. И без образования, потому что они не ходят в школу. Я все время думаю о том, а вот вообще Тарус очень благополучный город в благополучной Калужской области. Губернатор Артамонов, который в свое время, когда мы боролись за главного врача Тарусской больницы, нам очень помогал и помог в конце концов, потому что обвинял меня в том, что я всю прессу кругом скупила, а я говорю, я не скупала прессу Анатолий Сергеевич, по-моему. А дело было в том, что в прессе было интересно. Такая замечательная история. Белый-черный, абсолютно плохие чиновники, хорошие врачи. Покупается в любой прессе, включая Первый канал, только так. Конечно, там такой хит был, как он убегал от НТВ. Это же в прямом эфире. Конечно, это был глава администрации Тарусы, который, собственно, и чинил всякие козы главному врачу Ирине Витальевне Олейниковой, которая, собственно, взяла вот этих молодых кардиологов к себе на работу. А Нахров никак не мог понять. Вот я с ним разговаривала, когда я была председателем попечительского совета Тарусской районной больницы. Он все никак не понимал, как урожна мне в этой Тарусе нужна. Вот такая вот сумасшедшая приехала из Москвы на инвалидном кресле. Он мне говорит, Ирина Евгеньевна, может, вы землю на оке хотите купить? Я говорю, нет, не хочу, денег нет, и там таральвали. Он говорит, ну а что же вам нужно-то? Человек пытался выстроить картину мира. Конечно, я неаккуратно в разговоре сказала, знаете, мне так нравится доктор Максим Александрович Осипов, с ним так хорошо дела делать. Замечательный подвижник такой. Он говорит, а, все, понятно. Я поняла, что у него клюнуло, торкнуло бароньке. Доктор понравился. Наконец-то понял, что я тут... А потом у него был диссонанс. Как это так? Ремонт идет. А я тут где? А мне никто ничего не занес. Там ремонт же там же... Что же это за ремонт такой? Да классический был дурак. И, кстати, мне кажется, эта история очень хорошо показала... Он пожарный был, а не дурак. По совместительству, да. Эта история просто показала чудовникам, как не надо. Потому что даже вот он с этими замашками своими не удержался. Интересно, поскольку у нас мало времени, а кто-нибудь знает статистику благотворительных пожертвований по стране? Я думаю, что их никто не собирает, Миша. Вот интересная задача. Наладить бы какую-нибудь статистику, потому что это важный показатель. Я говорю, что, учитывая, да, все теневое, конечно, даже вот тот же фонд «Подари жизнь», который самый-самый известный и максимально открытый, они честно говорят, говорят, что очень до трети пожертвований просто приносят. Люди говорят, не будем слушать. Я имел в виду теневая. Ребята, у нас, правда, очень мало осталось времени. Теневая, просто люди не захотят в статистику попадать. Да, и именно об этом я и говорю. Мы на этом должны заканчивать. Я очень хочу, чтобы дальше у нас предприниматели рассказывали о том, что доброго они делают. И как-то мы поверили в то, что в этой стране можно жить и дальше, и несмотря на эту ужасную власть. Спасибо.